Добрый день! Сегодня мы поговорим о теплых ковриков. Какие они бывают, где применяются? Значит, теплые коврики бывают влагозащищенные и невлагозащищенные. Тотальное большинство, те, которые есть на нашем рынке, являются невлагозащищенными, поэтому будьте внимательны. Что имеется в виду невлагозащищенные? Это не значит, что вы не можете с улицы мокрой обуви стать, ну, относительно там мокрой. Там пришли на работу и сели за компьютер, вот такой вот обычный какой-то теплый коврик поставили ноги, и все, значит, нельзя, потому что вы со двора. Нет, невлагозащищенные, это значит, что его нельзя применять в таких помещениях, как ванная, комната, санузлы и так далее. То есть помещения, в которых много конденсата, пары, выливается вода. То есть они такие не подойдут. То есть такого и такого вида. Теплые коврики для ванной комнаты должны быть обрезиненные, полностью герметичные. На них должно быть полностью по всей их площади реализовано заземление. Заземление должно быть и в самом кабеле, и в вилке. И там, где вы их вставляете, в ванной или где-то там, там должно быть тоже реализовано заземление. А по этой сети, по этой линии должно стоять УЗО. То есть оно должно быть 100% все герметично. Не сделано где-то самостоятельно, в каких-то условиях, скажем, там, нефабричных. Такая продукция должна быть сертифицирована. На ней должно быть указано, что класс защиты не ниже IPX7. То есть оно может быть погружено в воду и при этом быть безопасной. Другие невлагозащищенные обычные коврики. То есть, да, там можно что-то мокрое на них умеренно ставить. Ноги там, скажем так, обувь там мокрую со двора после снега и так далее. То есть можно. Значит, они есть работающие от сети 220, есть, которые работают от 12, 24, 36 вольт, которые могут работать от компьютера или от блока питания обычного. Такие вот маленькие могут быть коврики для животных. Для животных тоже желательно, чтобы они имели дополнительную защиту, вот, например, когтей животных и так далее. Если вы используете теплые коврики, например, для животных, которые живет в вольере или на улице, тоже оно должно иметь определенную степень защиты от влаги, так как там дождь падает, снег и так далее. В доме немного другая ситуация, но надо какая-то защита от когтейшек, когда, например, кошка там вонзила когти, а ее не ударило электрическим током. Некоторые нагревательные коврики могут иметь дополнительный вот такой регулятор температуры. Это не совсем полноценный терморегулятор, но с его помощью все равно можно регулировать нагрев. И таким образом, если, например, животное ложится на коврик, оно не испытывает перегрев, потому что все-таки имеет, как бы уменьшив температуру нагревания при естественных теплопотерях, даже если что-то накрыло этот коврик, оно все равно не будет достаточно большого нагрева, чтобы это было дискомфортно. И для себя вы можете также использовать этот регулятор. Эти коврики также можно использовать. На стула садиться, если где-то очень холодно, можно использовать под клавиатуру компьютерную, если вдруг у вас на работе или дома очень холодно, и вот вы хотя бы тепло достаточно оделись, но в руки вам холодно работать за компьютером. То есть также они есть разного размера. В основном стандартно это в районе 35-40 сантиметров на 50-60. Вот такие вот. Есть и побольше, которые имеют там 60 на 60 сантиметров, например. Вот, как вы видите снизу. То есть размер может быть совершенно разный. Сделаны они могут быть на базе разного вида нагревателей. Все эти теплые коврики, они бывают также двусторонние, односторонние. Те, в основном, которые двусторонние, то есть имеется в виду не в том, что они греют, ну то есть да, они греют с обеих сторон, но опять же, и они опять же, ну то есть может быть одна сторона серая, другая там красная, синяя, то есть разноцветная, вы выбираете цвет, который вам нравится. Но с другой стороны, так как они греют с каждой стороны одинаково и выложить его на холодный пол, то он долгое время, первые там полчаса, может быть, не особо сильно греть, потому что значительная часть тепла будет идти в пол, вниз для прогрева основы. Таким образом, если вы не хотите греть основание, а коврик у вас двусторонний, то можно подкладывать какой-то теплоотражатель, снизу вырезать под него, и сразу температура нагрева будет выше, и теплоотдача будет больше. Если у вас теплый коврик с одной стороны только имеет какое-то покрытие, декоративное, там, ковролина, с другой стороны явно техническое, мешковина и так далее, то, значит, с этой стороны может находиться теплоотражатель, он будет греть сильнее. Но с другой стороны у него будет только одна передняя часть, которая, если вот она там вымажется, там, и, скажем так, теплый коврик может испортиться раньше, чисто визуально там уже, вы не сможете его переворачивать. Значит, это основная информация по теплым коврикам, температура нагрева у них обычно, там, от 20 до 40-45 градусов, иногда, когда очень холодно, у них нагрев в основном мягкий, и не такой резкий, как вам может казаться, поэтому, когда вы их проверяете, ложите на что-то холодное, вам может казаться, что он достаточно долго, и так слабо нагревается. Но он нагревается со временем, особенно, если вы используете отражатель, то вам будет комфортно. Кроме того, в ноги, когда температура 35-40 градусов, на самом деле, когда вы на постоянной основе сидите, вам будет дискомфортно и неудобно. То есть, нормально, чтобы было это все по-здоровому, должно быть 28-30 градусов, поэтому их не делают какие-то супер, там, теплые. Кроме того, что они не сильно греют, это еще и плюс того, что они таким образом более пожаробезопасные, то есть, меньше вероятность, что там из-за того, что это на них упало, накрыло и так далее, и они создали какой-то там перегрев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok